У нас сейчас с Сашей перекус по кусочку пирога и творожного пудинка с маком с желатином. Вот видите, какие-то там фрукты есть с желатином. Розовые, зелененькие. Называется этот творожный продукт или творожный пудинг снежок. Выпускает его Минск. Так что, кто не пробовал, попробуйте. Очень вкусный. Сейчас попробуем. Приятного перекуса. Спасибо. Привет, бродяги. Привет, привет. Говорю привет, бродяги. Привет. У кого что? Я сейчас буду варить суп. Буду вам показывать. Суп это хорошо. Эх, что не поделили? Ну-ну-ну. Тихо. Две соседки. Соседки-мармалетки. У каждого свои дела. Вчера еще полдня я, знаете что делал? Чистил площадку, где хранился щебень. Ну, одним словом, меня такая работа, если честно, не раздражает монотонно. Я выбрал все, можно сказать, идеально. Смотрите, что осталось на том месте, где был щебень. Это все просеяно, перебрано. Так что, ну, есть тут где-то еще. Вот тут уже, я знаю, есть немножко щебенки, вросла в землю. А так, все я перебрал, все перерыл. Такой я дотошный человек. Еще раз повторю, мне это не в тягость такая работа. Монотонная, спокойная. Сидел полдня. Знаете, показывали крутого композитора и певца. Игорь Крутой. Вот он рассказывал. Даже не он сам, а дети про него рассказывали. И говорит, любимое папино дело, это когда он моет посуду, он что-то там мурлычет на своей волне. Вот так вот и у меня происходит. Перебираю камушки, мою, сортирую, складываю. Сегодня планы уже другие. Буду сейчас думать потихонечку, с чего и как. Как крепить шифер. Как вы знаете, я приобрел шифер. И буду обшивать сарай новый. Но есть свои нюансы, есть свои проблемы. Вот сколько щебенки. Щебенки я еще насобирал. Есть ничего, можно сказать. От Таниной сумочки нашли одним словом крепеж и все банки живут у нас в одном месте. Шифер, в общем-то, можно было крепить сразу вот к этому вот профилю. Ну что-то сейчас попробую, как оно пойдет. Мне проще прикрепить сюда вот в эти пролеты деревянные бруски. И потом уже в бруски крепить, чем сверлить каждый раз вот эту вот штуковину. Что-то сверлится металл не очень. Какое сверло не купишь, оно все что-то ездит, ездит, ездит. Как я говорю, попробовать можно, но что-то мне не очень хочется это каждый раз сверлить. А сюда, от этой перемычки до той перемычки. Хочу вставлять деревянные бруски. Как их крепить, но это уже другое дело. Надо подумать. Или здесь планку приварить, или здесь. А к ней уже, тогда тоже эти надо сверлить, планки сверлить. Не знаю. Сейчас будем думать, шевелить мозгами. Всем доброе утро! Посмотрите, какая у нас красота за окном. Жара ушла, надолго ли, не знаем. Смотрите, сколько у нас лягушек показывает. Жары нет. Так хорошо. Солнышко, но ветерок прохладный. Сейчас будем готовить с вами суп к обеду. Саша занимается своими делами, а я буду готовить суп. Смотрите, какой. Что нам нужно? Картошка. Картошка молодая. Зелень. Укроп и лук зеленый. И крупа. А крупа это пшеничная. Можно любую. Рисовую, пшенную. Кому какая нравится. И, конечно же, у нас тушенка. Вот кто-то из зрителей просил, покажите в стеклянной банке чай тушенка. По-моему, город Минск. Я без очков не вижу. Ну, вот смотрите, я вам показываю. Может быть, вы увидите. Этикеточку посмотрите. Очень вкусная. А это говядина. Это березовская. Это тоже должна быть вкусная. Здесь мясо 86%. Мы откроем с вами и посмотрим. Оставайтесь со мной и будем готовить с вами суп к обеду. Открыла я банку. Смотрите, говядина рубленая. Отличная, отлично. Запах сразу пошел мясом. Так, сейчас вода в кастрюле закипает. Я режу картошечку. Опускаем. И минут через пять следом крупу. Потому что крупа быстро тоже варится. Минут может 15-20. Супчик за пять минут. Так что хорошая идея для хозяек, которые не хотят долго стоять на кухне. Да, сейчас жара. Можно что-то придумать такое легкое, быстрое и вкусное. Вода в кастрюле кипит. Запускаем. Или правильно сказать, опускаем картошку. Я ее нарезала небольшими такими дольками. А вы можете как хотите. Кому как нравится. Мне так. Смотрим тушенку. Смотрите. Замечательное. Одно мясо. Пробуем. Ммм. Супер. Картошечки к макарончикам, гречке. Любой гарнир подойдет. Хоть и так съесть хлебом. Ой, обалдеть. Очень вкусно. Так что покупайте белорусскую тушенку. Кто ее сделал, видео я показала. Так что смело берите. Очень вкусное. Главное, мяса много. Я тушенку переложила, смотрите, в мисочку. Потому что хранить металлический банк, если вы откроете консерву, любую мясную, рыбную, нельзя. Так что, кто не знает, подсказываю. Я думаю, все хозяйки знают. Ой, как вкусно, девочки, пахнет у меня в домике. Хорошая, хорошая тушенка. Это не реклама. А действительно, покупайте. Мясная такая, вкусная. Варим суп и заодно отварю еще макаронов. Будет у нас второе блюдо на ужин. Макароны с тушенкой. Макароны варятся, суп варится. Сейчас уже будем опускать крупу. Вместе с тушенкой. А потом добавим зеленого лука и укропа. Листочек лаврового листа. Все, и суп готов. Супчик варится. Макароны уже отварились. Через пару минут выключаю. Сейчас добавляем в кастрюлю зелень. Прокипятим. Поварим еще минутки две-три. Да и выключим. Все. Суп будет готов. Конечно же, в суп пойдет лук зеленый, укроп зеленый. Как хорошо, когда есть где нарвать. Вышел на грядочку. Нарвал себе укропчика, лучка зеленого, петрушечки, сельдерея. Раз-раз порезал. Нарезал красивенько. Да и в тарелку для салата. Для первого. Ничем зелень у нас не обрабатываете. Я вообще ничего не обрабатываю. Только помидор один раз обработала. Может даже больше и не буду. Посмотрю, дождей вроде нет. Ну, на всякий случай. А вот эта зеленушка у нас без всякой химии. Обязательно заготовочку надо сделать на зиму. Без зелени никуда. Итак, наш суп готов. Можно подавать к столу. По дачу, как всегда, я вам покажу. Готовьте на даче простые рецепты. Даже вот супчик. Можно сказать, суп за 5 минут. Свеженький съели. Через пару дней еще сварили. Суп я варю на 2 дня. Ну, щи-борщи, конечно же, дня на 3-4. Я уже это говорила не один раз. Отключаемся. Встречаемся чуть позже. Шпана малая вся здесь. Уже накормлена. Иду с проверкой, дорогой. С проверкой. Я там выготавливаю. Нас эти комиссии уже задолбали. Это точно. Комиссии. Так, здесь солнышко. Комиссии на комиссии. Будет хорошо видно? Солнышко. Куда ты направил? Вот так. Да. Что делаем? Что делаем? Вот что. Раму ломаем, да? Такие будут направляющие. Так, подожди. Я, наверное, сейчас... Давай я покажу. Да. Ну, вот так. Это я сейчас покажу. Предварительно закрепил так, что... Никто никогда не разломает. Ну да. Разве что рассохнется. И захочешь выбить, не выбьешь. Так, я вот выпилил. Саша, я что-то придумала. Тебе рад с предложением. Но это не на камеру. Да. Да расскажу, что дальше буду делать. Есть у меня много уголков. Цена семь копеек советских. Вот так я буду крепить. Только с той стороны. Здесь не на одном уровне. Короче, смысл такой. Вот так вот. Привариваю уголок. И... И... Закрепляю сюда. Мне так проще. Сначала прикручу. Сейчас покажу. Если видно будет. Прикручиваю сюда. А потом привариваю к стойке. Чтоб руки были свободны. Ну, вот такая система. Сюда следующий. 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 Так вот. Потому что мне так проще, чем сверлить вот этот профиль. Ну, и не везде сойдется по ширине. Листа получается идеально 1100 там. У меня тоже вот здесь вот это расстояние между стойками 1100. Ну, вы сами понимаете. Строительства идеального нет. Где-то больше расстояния, где-то меньше. И опять-таки. Таня хочет. Раз предложение какое-то. Из чего Саша все это делает. Какое-то. Вот эти рамы, это окна из домика. Да, Саша? Да. Вот они ему пригодились. Ну, нашел вот что по ширине мне подходит. Что оно будет валяться. Да. Что вы хотите? Какое-то раз предложение. Раз предложение. Вот эти листы шифера не в высоту ставить, а в ширину. Не надо. Не надо. Спасибо. Мне тоже хочется 5 копеек вставить. Чего ты? Чего ты? Кнопочка. Ой. Кого ты? Котят, что ли, своих зовешь? Что-то непонятно, о чем ты говоришь. Видите, что у меня тут. Выгребал все железки свои. И такие, и такие. И такие. Все пойдет в дело. И там у меня полный. Да. Угу. А то все лежит и лежит. Ждет своего часа, наконец-то дождалась. Еще один приперся. Жаних. Уйдет сейчас. Буду потихоньку ее делать работу. Таня варит суп. Так? Уже сварила. Молодец. Вкусно пахнет? Пахло, пахло. Уже мы все вынюхали с котами. Угу. Нюхали, нюхали. Чувак Кузьма и пришел. Он тоже пришел на запах. Ой, как вкусно. Сейчас ходила к Саше, посмотрела, что он там делает. Говорит, слышу, слышу, что пахнет как перед обедом. Вкусным-вкусным супом с мясом, с тушенкой. Очень удобно брать на дачу тушенку. Если вот мясо я сейчас сварила, представьте, что в домике было. Кто-то говорит, Татьяна, повесьте вытяжку. Вон у нас вытяжка. Вытяжка нам не нужна. Я и так стараюсь, чтобы ничего нигде не обрызгать, не плиту. Все держу всегда в идеально чистом порядке. Чтобы даже, не дай бог, на стену что-нибудь капнуть. Шкафчики мы вешать не будем, мы уже об этом говорили. Потому что стены нет те. Начнешь долбать, все начнет вываливаться по новый ремонт. Так что все, больше нам не советуйте. Шкафчики, если, говорил уже, поставим шкафчик высокий. Ну, как пенальчик и не более. Все. До обеда у нас еще бывает перекус. У Саши рисовый молочный пудинг, а у Тани малина с молоком и с сахаром. Как когда-то в детстве, земляника с молоком. Еще кусочек белого хлебца. Это мне так нравится. Так что, приятного перекуса. Сашок пришел, я его позвала. Говорю, у нас перекус. Сашок Александр Николаевич пришел на перекус. Сегодня хорошо, не жарко? Сашок как-то ассоциируется со словом горшок. Ласковый такой. Ну все. Так, ребята, занимаюсь я своим сараем новым. Делаю там крепеж. Как получше закрепить одним словом шифер. Монтирую всякие бруски, вставки, свои заморочки. Прихожу домой, Таня говорит, давай, давай, снимай. Покажи наш обед. Я обещала. Обещала, значит покажем. Я думаю, ты показывала, как суп варила. Да. Суп сейчас будем пробовать. С виду красивый. Я надеюсь, такой же вкусный. Тушенка виднеется сверху. Это салатик со свеклой. Произношу я это с меньшим энтузиазмом. Но это надо, необходимо. Яйца вареные со сметанкой, шоколад, орехи, чай у нас. Так что все у нас хорошо. Малинка вон нарвала горсточку. Малинка есть, да, вот немножко еще. Если, Саша, захочешь, еще есть макароны с тушенкой. Ну вот как. Будет веселее. Это уже радует на душе. Душу греет как. Я тебя просто не стала, чтобы не остыло ничего. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok